Продолжение следует... Продолжение следует... Все вопросы мы рассмотрели, были приняты решения, соответственно, будет опубликован пресс-релиз. Всем вопросов. Я, наверное, начну с комментариев по трем вопросам, которые, в первую очередь, вас интересуют. Продолжение российской премьер-лиги о расширении лиги до 18 команд проведения моратория на вылет клуба из российской премьер-лиги. Второй вопрос – это линит. И третий вопрос – это заявка, вернее, не заявка, а подача декларации о заинтересованности в проведении чемпионата Европы в 28-32 годах. Тогда, если вы согласны, пройдем по порядку. Первый вопрос – это вопрос моратория на вылет команд из российской премьер-лиги и увеличение количества команд до 18. Этот вопрос был рассмотрен, и было принято решение принять к сведению данную информацию, а также дать поручение формировать рабочую группу, в которой ваши были представители российского футбольного союза, российской премьер-лиги и ФНР, чтобы данный вопрос проработать и через какое-то время подготовить предложение, вынести это предложение на рассмотрение с полкома российского футбольного союза. Состоялось обсуждение, я могу прокомментировать ход этого обсуждения во время рассмотрения данного вопроса. Экспресс оценка данного предложения говорит, первое, о том, что действительно, если говорить о клубах, в том числе и российской премьер-лиги, они находятся не в простой ситуации, в том числе экономической, и те события, которые произошли, и в принципе, наверное, можно охарактеризовать как экстраординарные, но в то же время апелляция к тому, что данные события привели к нарушению спортивного принципа, на наш взгляд и по мнению юридической службы Российского футбольного союза, если они прав, если Игоревич меня поправит, вот эта апелляция, она является неправильной, да, действительно, условия функционирования, они изменились, они усложнились, но при этом все клубы находятся в равных условиях, и поэтому говорить о том, что нарушен принцип, спортивный принцип, и в результате нарушения этого принципа нужно принимать решение о введении моратория, мы считаем, что этот аргумент, опять же, это экспресс оценка, дальше будет собрана рабочая группа, которая проведет анализ, но на данный момент мы исходим из того, что, и исполком исходит из того, что для этого нет оснований. Если мы действительно считаем о том, что был нарушен спортивный принцип, то тогда, наверное, более правильным решением была бы приостановка чемпионата, или приостановка, или его прекращение. Соответственно, или с подведением итогов этого чемпионата, и определением, соответственно, победителей на данный момент, или, в принципе, отмены всех результатов, и, соответственно, через какое-то время начало проведения нового чемпионата России. Это решение, на мой взгляд, мне кажется, не совсем правильным, потому что, ну, понимаете, что у клубов есть обязательства, есть спонсоры, есть проданные абонементы, и тем более в этой ситуации мы видим, что в последних матчах вырос интерес к матчам Российской премьер-лиги со стороны болельщиков, и, соответственно, принятие вот этого решения о приостановке или прекращении проведения чемпионата было бы абсолютно неправильным. Опять же, если вернуться к спортивному принципу, то как раз вот то предложение, которое было обучено, оно и нарушает спортивный принцип, и в данном случае, если говорить о взлопотношении клубов в ФНЛ. Ну, еще раз, это, скажем так, экспресс-оценка тех членов исполкома, которые участвуют в обсуждении данного вопроса. Будет сформирована рабочая группа, в нее войдут представители Российского футбольного союза, РПЛ и ФНЛ. Все стороны и детали вот этого предложения будут изучены, и вполне возможно, что в мае месяце, мы запланировали проведение следующего заседания исполкома в мае месяце, будет принято какое-то решение. Но еще раз, мы, конечно, должны исходить из того, что есть спортивный принцип, и этот спортивный принцип нам нужно обязательно соблюсти. Что касается второго вопроса по лимиту, вернее, неправильное слово, регулирования и использования иностранных футболистов в Российской премьер-лиге, вы знаете, что эту работу Российский футбольный союз, обсуждение этого вопроса с Министерством спорта, начал летом прошлого года. Была проделана достаточно большая работа, в том числе аналитическая работа, состоялось обсуждение, и на данный момент мы вышли, соответственно, на проект решения, который предполагает переход на следующее регулирование заявки клубов Российской премьер-лиги. Соответственно, в заявке клубов Российской премьер-лиги должно быть не менее 12 доморощенных игроков, 4 доморощенных игрока, подготовленных непосредственно самим клубом, и 8 доморощенные игроки, которые подготовлены непосредственно в ассоциации, на территории Российского футбольного союза. При этом доморощенным игроком понимается игрок, который прошел вот это футбольное обучение, образование в течение 3 лет с возраста 14 до 18 лет. Такое вот решение принято. Данное решение предполагает, что в заявке может быть включено до 13 недоморощенных игроков. Соответственно, еще одно решение по данному вопросу – это сохранение, вернее, не сохранение, а введение лимита на использование иностранных игроков на футбольном поле. Их должно быть не более 8. Данные предложения обсуждались нами с Министерством спорта совместно с еще одной мерой. В принципе, предполагается несколько мер, направленных на развитие, в том числе, детско-юношеского футбола. Это и поддержка академии, и стимулирование клубов заниматься подготовкой футболистов. Одна из мер, в принципе, это обсуждалось, узнаете, введение такого своеобразного налога на использование легионеров с созданием соответствующего фонда, который будет формироваться из этих налоговых отчислений. И дальше, соответственно, этот фонд предполагалось использовать на поощрение тех клубов, которые используют молодых российских игроков в возрасте 23 лет. И первоначально такая договоренность была с Министерством спорта, однако в данной ситуации мы считаем, что введение вот этой меры будет неправильным, оно является противовременным, поэтому решение по этой мере, оно, если и будет принято, то после того, как стабилизируется финансово-экономическая ситуация. Я прекрасно понимаю, что на данный момент, когда принято соответствующее решение ПИФА, завершающее легионерам такие услуги до 31 июля, до 30 июня, до 1 июля, выглядит, наверное, достаточно странным, но еще раз, это стратегическое решение, которое обсуждалось продолжительное время. Мы исходим из того, что та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она будет носить краткосрочный характер, а нам, тем не менее, нужно думать о долгосрочных перспективах и принимать стратегические решения. В данный момент, соответственно, мы ждем проекта приказа, Министерство спорта, как только этот проект приказа выйдет, соответственно, бюро исполкома данное решение примет. Ну и третий вопрос, это вопрос о подаче декларации, это не заявка, а подаче декларации о заинтересованности в проведении чемпионата Европы 28-32 года. Исполкома принял решение, это компетенция дирогатива исполкома, принял решение подать соответствующую заявку. Не заявку, а декларацию. Что касается заявки, у нас есть время подачи заявки до... 12 апреля, 20. 12 апреля, 23 года. Соответственно, подавая эту заявку, мы... Не заявку, а декларацию, направляя эту декларацию, мы направим о заинтересованности сегодня. Направляя эту декларацию, мы исходим из того, что... Ну, вы прекрасно знаете, что Российская Федерация прекрасно, хорошо готова, уже готова к проведению подобного рода масштабных международных соревнований. У нас есть вся необходимая инфраструктура и есть богатый и успешный опыт проведения различных крупных международных соревнований на самом высоком организационном уровне.